Побединка предыдущего Ахземчанова, где одержал победу, кубинцы вышли и долго размахивали руками в углу. Размахивали, удивлялись, почему им не дали победу. Они привыкли, что им дают победы. Ну, они зря удивлялись. Там счет совершенно точно отражал, что происходило на ринге. Они не любят проигрывать. Мы же неоднократно были на Кубе. И мы знаем, как там в равном бою, чтобы кому-то дали, а не кубинцу победу, такого не бывает. Не бывает. Никогда не бывает. Здесь чисто проиграл кубинец. И вот начинаются вот эти варианты кубинские. То есть, как это так? Мы не можем. Мы просто не можем проигрывать. Такого не бывает. Это ихняя точка зрения. А я вам говорю, бывает. И вы также со мной согласны. Еще бы согласился. И, кстати, я видел, как Сагара отчитывал тренерский коллектив, секунданты, которые были в углу. Он подошел туда и начал их отчитывать. Потом переговорил с представителями. Хорошо, что по шее не надавал. Да, умеет. Да. Ну, вернемся к поединку. Такой фирменный удар тренера Сагара по шее. Открытые ладони. Ну, очень сильный. Ну, кстати, Регон Д'Ортис очень... Прошу прощения. Да, Регон Д'Ортис довольно так выверенно действует пока. Никуда не рвется, никуда не спешит. Ну, надо прочувствовать, наверное, соперника для начала. Потому что, насколько я понимаю, для него абсолютно... Айрмасов для него абсолютно загадочная фигура. Он никогда не боксировал. Наверняка, я не знаю. А мы видели с вами, что именно так вел себя Регон Д'Ортис в предыдущих боях. А вот это уже пошло. Легко. Тут же включил свою левую. Дал по корпусу и перевел в голову. Ну, то есть вы хотите сказать, что уже разобрался? Да, я хочу сказать, что разобрался. Все. Ну, просто, понимаете, вот это было... Со стороны Айрмасова было просто движение ради движения. То есть не было никаких активных действий. И судя по движению на ринге, судя по темпераменту этого боя, по блеску в глазах, у них нечего они выиграют. Или хотя бы стараться выиграть. Или там нарезать бой. Ну, посмотрим. Ну, мне кажется, что сейчас включит следующую скорость. Регон Д'Ортис. Регон Д'Ортис, да. И, в общем, дело пойдет поживее. Я, кстати, по дороге сюда встретил кубинскую команду. Прошел сквозь нее. Настроение у ребят было такое, как будто они на карнавал ехали. На самом деле. Мрачен был почему-то один Солис. Он оказался, вот, когда я с ним столкнулся, нос к носу несколько крупнее, чем я думал. Я даже подумал, почему же он так долго выступал в категории до 91-го килограмма. Вполне такой некрупный, но нормальный супертяж. Второй раунд. Я, ей-богу, я всегда удивляюсь, когда секундант... Ну, наверное, правильно, по правилам так и положено. Я всегда удивляюсь, когда судья на ринге дает это замечание, боксируете. Они что делают? Ведь это же не просто на сегодняшний день бомб. Это чувство дистанции. Они, понимаете, вот они ведь не могут нанести удар просто так. Вот попробуй сейчас, Армасов, нанеси удар неподготовленный. Моментально получит плюху, правильно? Безусловно, да. И также и Ригондо не хочет пропустить, поэтому надо прочувствовать друг друга. Надо знать, когда ты атакуешь, чтобы это было безболезненно, чтобы не было опасно. Ну, Ригондо, по-моему, сейчас просто не расходует силы. Кстати, он, как мне кажется, вот разница в том, между боксерами сейчас, что Ригондо Ортис расслаблен, а Армасов напряжен. Замон устает. Потому в третьем, в четвертом раунде он будет совсем другим. И вот есть такое движение, да? Вот я немножко рассказал. Вот сейчас боковой ход, а на выходе справа. А рефери, а рефери дает замечание. Вот я этого не очень понимаю. Да ну ладно, поехали. Потихонечку... Вот и по корпусу. Да, вот, вот. Преимущество... Пошло. Пошло. Преимущество потихонечку набирает очки. Вот, смотри, как в разницу. Обманул прекрасно справа так. Даже мы отсюда поверили. А он ударил слева в разрез. Как-то так хитро, кривовато. Еще вот, вот. Да, абсолютно верно. Ригондо абсолютно раскрепощен. И на сегодняшний момент просто владеет преимуществом. Да. Не напрягает. Не напрягаясь абсолютно. Дело в том, что Айрмас его не напрягает. Он не напрягает. Он не делает ничего для того, чтобы каким-то образом постараться выиграть или хотя бы ну, отбоксировать с Ригондо и на равны. То есть характер, я не знаю, мастерство. Тут много качеств. Я думаю, что тут кстати, уже и усталость. Потому что вот, когда я помню, вы боксировали, я никогда не видел, чтобы вы напрягались. Вот так вот стояли как бы. Но боксер... Вот. И поэтому, несмотря на то, что сгоняли всегда очень помногу, вы сохраняли свежесть. Я могу сказать, от чего устает Айрмасов? Он устает от того, что он в напряжении находится. Вот, я им об этом уговорил, что он постоянно напряжен, да. И вот он ждет атаки в любой момент от Ригондо. В любой момент ждет атаки? Он устает от собственного напряжения больше, чем от атак Ригондо Ортиса. И в свою очередь он Ригондо никак не напрягает. Да нет, он весь вот... Совсем такой вот пошел. Уже вот... Вот фирменный кубинский стиль такой. Смотрите. Ригондо как будто там вот какую-то дополнительную гибкость обрел, дополнительную скорость. Расслабился вообще... Совсем, вообще, да. Как тряпка. Расслабился и все. Ну вот в этой расслабленности таится угроза. Постоянно. Еще какая. Потому что, во-первых, удар, который из такого расслабленного состояния летит, да? Быстрее. Быстрее и сильнее. А сила это ведь скорость приносит. Да. Ну и чего вот так вот на дистанции Ригондо боксировать и просто ничего не делать? Ну пойти-то вперед. Ну попробуй сделать что-нибудь. Левый хорошо в разрез, потом правый боковой на выходе нанес. Нет, не готов на сегодняшний день Армасов боксировать с Ригондо. Не готов. Не готов. Абсолютно. Уровень мастер-стассы другого. Да, четвертого раунда не будет. Но иногда порядок бьет класс. Было бы желание. Было бы что-то такое. Знаете, чтобы порядок побил класс, на мой взгляд, я очень так люблю эту поговорку. Но надо, чтобы порядок был очень высокий, а класс все-таки не очень высокий. Тогда есть шанс. Александр, много случаев, когда величайшие боксеры выходят и проигрывают людям, ну будем говорить так, не самым одаренным и талантливым. Это когда они либо вообще не тренировались, что часто бывает, либо как-то взорвались, уже находясь в ринге и зевнули. Значит, вот давайте так, 80-й год, Олимпиада в Москве, талантливейший Стивенсен и порядок у Заева, не талантливый за счет он за счет работоспособности сделать себя. И что сделал Стивенсен с Заевым? Ничего. И нельзя сказать, что Стивенсен не тренировался. А можно было дать победу и Стивенсену, и Суцзаву. А на мой взгляд, это же Заев будет немножко сильнее. Не будем, это вечный спор. Будем его сейчас оживлять. Примерно. Да, но просто на самом деле сейчас Ригон Дуорти сам сделал так, что будет четвертый раунд. Он просто последние где-то 30 секунд не предпринимал никаких фактических действий. Александр, он может быть и хотел сделать этот раунд последним, но просто он не рискует. Обратили внимание, он вообще без риска. Он исключил минимальный риск. Он знает, что выигрывает, он двигается, он немножко подвигался, он немножко вспотел, он бросает быстро руки. Вполне возможно, да. Вполне возможно, но мне все-таки показалось, что просто он даже как-то может быть обленился. или в углу ему не сказали с каким счетом. Могли бы прокричать. Вот, вы видите, сразу он вышел на следующий раунд. Нет, он уже не будет перенапрягаться сегодня. Бой сделан. Да, велика разница в классе. Честно, скажу откровенно, меня Эрмас разочаровал. Ничего не предпринял для того, чтобы хоть как-то навязать, вот что-то показать. Ну, не знаю, мне кажется, что ему надо было бы, если бы это было возможно, вот, с Регондо потренироваться. Но кубинцы, как известно, совместно тренировок и любят. Нет, Регондо, Регондо, вы знаете, вот, интересно по поводу Халикова. А ему надо навязать, вы знаете, ему надо навязать такой плотный бой, если хотите, борьбу, возьму, но не дать ему вот эти вот движения, великолепные движения. То есть, ему надо навязать свою манеру, свою стиль. А как это сделать? Это другой вопрос. Я бы хотел догнать невозможность. Хотел бы просто вот обратиться к телезрителю. Посмотрите, посмотрите, это очень красивый, очень хороший бокс. И мне кажется, что даже люди далекие от этого вида спорта могут оценить красоту и легкость работы олимпийского чемпиона Регондо Ортиса. Правда, эта легкость во многом объясняется тем, что соперник никаких задач перед ним не ставит. Он, в общем, по-моему, смирился. Редактор субтитров А.Семкин